Радио Кировград. 16+. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. 12.08 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». В студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Добрый день. И анонсированный уже нами гость Михаил Курашин, руководитель региональных... Заместитель исполнительного директора. Простите, вот сейчас мы уточнили. Не поправлю, давай ты представляешь. Заместитель исполнительного директора фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Какое слово-то интересное. Это повышение в должности? Ну, я скажу так, что это, наверное, то, собственно, чем я занимался, начиная с 1995 года. То есть это работа связанная с различными проектами, некоммерческими организациями. И, ну, очень сложно сказать, это расширение географии. Это более такая системная работа на уровне взаимодействия с различными структурами, государственными, общественными, грантодателями и так далее. То есть вот в этом отличие. А в то же время это, ну, скажем так, вновь возможность вернуться в работу по развитию гражданского общества и некоммерческого сектора в нашей области. А фонд он в форме НКО существует? Это фонд, который находится в Москве. То есть это фонд, ну, наиболее известный продукт, который существует в России, этого фонда. Это фонд «Конкурс православной инициативы». Но такой еще один продукт достаточно значимый, и мы принимали непосредственно участие, это в момент реорганизации конкурса президентских грантов. То есть вот сама модель электронной площадки, модель конкурсных заявок, проведения экспертизы. Это то, в чем участвовал фонд «Сработничество» и принимал непосредственно участие в реорганизации конкурса президентских грантов. Надо сказать, что как раз сегодня фонд президентских грантов стартовал в сборе заявок на первый конкурс по президентским грантам. И вчера в нашей студии был Владимир Татаринов, представитель фонда. Советник руководителя фонда президентских грантов. Да, и очень подробно рассказывал о том, кто и как может поучаствовать в этом конкурсе. И несколько мероприятий вчера было и в Политехе, и в Герценке. И я знаю, что правительство участвовало в этом тоже. Заинтересованность свою высказывают все стороны процесса в том, что нужно участвовать в грантовых конкурсах. Потому что есть ощущение, что осознание, во-первых, приходит с самого этого инструмента, что он рабочий и достижимый, и из года в год может помогать значимым проектам. Теперь осталось, что называется, научиться и руку набить на том, чтобы эти гранты получать. И вот какие у нас существуют варианты, если мы не будем сегодня говорить про президентские гранты, раз вчера мы подробно рассказали, а поговорим про другие еще инструменты, которые тоже, ведь уже некоторые из них начали сбор заявок. Ну, на самом деле, я бы обозначил, что сейчас идет такая новая волна возрождения системы поддержки некоммерческих организаций. То есть их можно выделить, наверное, три. Первая, это была середина 90-х годов, середина 90-х, когда активно реализовывалась благотворительная программа и грантовые конкурсы зарубежных структур. Потому что у нас полностью отсутствовала эта система, мы учились, можно сказать. Да, у нас не только отсутствовало, у нас и денег не было, это раз. Во-вторых, мы тогда как раз находились на стадии открытия для всего мира и перехода в мировую экономику, и тем самым вызывали интерес у иностранцев приходить сюда не только с экономическими, но и социальными инвестициями. Вот. Вторая волна, я бы ее отнес, наверное, к началу 2000-х. Это связано было с появлением большого количества российских конкурсов. В первую очередь, это ярмарка социальных и культурных проектов, которая из Приволжского округа переросла в всероссийский конкурс. И она очень сильно простимулировала именно регионы к тому, чтобы стали появляться собственные региональные конкурсы. То есть, ну, для примера могу сказать, что в 2003-2004 годах только по линии управления комитета по делам молодежи Кировской области у нас проводилось 18 конкурсов в год. То есть, это конкурсы, где реально разыгрывались реальные бюджетные средства на поддержку молодежных организаций, молодежных инициатив. Таких конкурсов было много, но применительно к нашей области, наверное, последними знаковыми... Простите, для сравнения сейчас вообще этого нет? Сейчас вообще нет. В Министерстве спорта и молодежной политики? В Кировской области вообще нет ни одного грантового конкурса, вот чтобы было понимание, да? То есть, а там только по линии молодежной политики были конкурсы. Не говоря уже о том, что это было и в образовании, и в культуре, и в целом по развитию гражданского общества. Вот. Поэтому, как бы так, вот этот период, он тоже был достаточно такой благоприятный для развития некоммерческих организаций, но постепенно он сошел на нет, и, возможно, как раз появление в свое время такого крупного конкурса, как конкурс президентских грантов, к сожалению, способствовал тому, что регионы стали отказываться от своих конкурсов. То есть, постепенно конкурс президентских грантов и средства, которые выделяло Министерство экономического развития для поддержки некоммерческих организаций, привел к тому, что регионы отказались от собственных региональных конкурсов. Какая логика-то? Ну, зачем тратить свои деньги, если, как бы так, вроде как есть деньги федеральные, и отчитаться можно и ими, а своих денег не тратить. Ну, вот последний проект, который в Кировской области, на мой взгляд, успешно был реализован, именно подобного характера, это конкурс по ПМИ. Да, то есть, там, это конкурс, который, собственно, там, был крупным для Кировской области. Ну, почему? Был значимым. В настоящем времени можно говорить. Ну, да. Я вчера спрашивал у наших чиновников относительно судьбы ППМИ, сказали, что пока он в планах стоит, но деньги сильно урезаны. На сайте Министерства социального развития нашего региона там расписано все подробно. Ну, собственно говоря, Михаил озвучивает все, абсолютно дословно озвучивает то, что нам тоже говорили чиновники при всех наших вопросах, а что будет дальше, а можно ли рассчитывать, а какие перспективы, всегда говорят одно и то же. Пока работает, и все. Пока работает. Ну, и, как бы так, в апреле прошлого года, когда была встреча представителей коммерческих организаций с исполняющим обязанности губернатора и, соответственно, представителями его команды, очень много было высказано предложений именно в части том, что нам необходимо возрождать свои собственные конкурсы. И вчерашний приезд Владимира Алексеевича Татаринова и круглый стол, который был проведен, он, собственно, закончился примерно тем же самым. Вышли на эту ноту? На самом деле, ведь сама по себе идея, которую сейчас продвигает президент в части конкурса, президентских грантов, в том, что конкурс должен стать неким апогеем, то есть всей системы поддержки некоммерческих организаций с мелкого уровня и более крупного. Прервемся на полминуты и продолжим с нашим гостем Михаилом Курашиным. Михаил Курашин у нас в гостях, заместитель исполнительного директора фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив соработничества. Вот сейчас Михаил Вячеславович высказал мнение о том, что федерация будет как-то подталкивать регионы к тому, чтобы возрождались эти регионы. Другое слово он употребил. Заставлять. Заставлять. Я очень надеюсь, что будет именно заставлять, потому что развитие некоммерческого сектора, развитие гражданского общества это задача, в которой должны быть заинтересованы в первую очередь территории. И не случайно и президент, и премьер-министр заявляют о том, что мы готовы помогать тем регионам, которые хотят развиваться. То есть в разных видах, в разных формах. Я думаю, что здесь как раз мы говорим примерно о том же, что должна выстроиться иерархия конкурсов, включающих в себя и муниципальные, и региональные, и частные конкурсы, которые проводят множество организаций, и негосударственные, внебюджетные конкурсы, где, собственно, все будет понятно, все будет прозрачно, все участники будут видны, будут единые требования. А вот, собственно, на чем пострадал предыдущий конкурс президентских грантов, и вчера Татаринов об этом открыто говорил, в том, что было очень много претензий в непрозрачности, а в некоторых случаях и коррупционности этих конкурсов, когда там грант-операторы напрямую говорили о том, что там давайте нам откаты, и мы вам будем там давать. Лично могу подтвердить, потому что сам сталкивался с ситуацией, когда даже мне звонили и предлагали на откатных условиях продвинуть какой-либо мой проект. Каков процент, если не секрет? Ой, по-разному, то есть от 10 до 40-50 процентов. То есть, ну, представьте, ты получаешь 3 миллиона бюджетных денег, то есть за которых усилен контроль, 2,5 ты должен отдать, отчитаться за все 3, ну и, соответственно, все это привело к тому, что конкурс стал набирать очень много негатива. Многие отказывались участвовать, потому что схема была непрозрачной. И как раз эта проблема, наверное, очень долго тревожила президента, и с приходом Кириенко в качестве первого заместителя, руководителя администрации президента, человека опытного на этих вещах, имеется в виду на проведение крупных таких подобных мероприятий, ему была поставлена эта задача. То есть напомню, что Кириенко — это человек, который создал в России первый российский грантовый конкурс на уровне Приворского федерального округа в 2000 году. Чтобы завершить вот этот вопрос с тем, что предстоит выстраивать собственную систему грантовых конкурсов в каждом регионе, если мы будем говорить о Кировской области, что конкретно предстоит сделать Кировской области, и есть ли нам из чего выстраивать эту систему? Ну, вся последовательность действий была обозначена еще в апреле прошлого года на встрече с исполняющим обязанностей губернатора, когда речь шла о трех необходимых составляющих. Первое — это создание ресурсного центра. Которого у нас нет до сих пор. Ну, справедливости ради работы в этом направлении начата. Но его нет пока. Формально в документах его нет. Но его функцию уже выполняет наше общество знания, которое вот уже в рамках вчерашнего дня занималось подготовкой и приглашением всех участников. И как бы так, в настоящий момент, насколько я знаю, формируется некая ТЗ. Второе — это развитие проектных школ. Но, опять же, тут вот и вчера на Круглом Сталеп очень правильная мысль прозвучала, что все-таки открытие проектных школ в первую очередь должно базироваться на привлечении местных экспертов. У нас же получается ситуация, что мы готовы таскать людей, выступающих преподавателями из других территорий. Своих же трогать никто не хочет. А наши эксперты ездят в другие территории? А наши ездят в другие территории. И там проводят семинары, проводят проектные школы. Но такая проектная школа нужна. И она, в первую очередь, нужна, наверное, не столько Кирову, сколько нашим районам. Потому что в Кирове возможность получить помощь, поддержку, она есть. Что такое проектная школа? Проектная школа, ну, на самом деле, проектный менеджмент – это одна из таких современных форм работы некоммерческих организаций. Ну, и коммерческих, и некоммерческих. Которая предполагает, что деятельность организации имеет конкретное целеполагание и имеет возможность оценки тех результатов, которые достигаются на каждом определенном этапе. К сожалению, некоммерческий сектор, в отличие от бизнеса, существует по принципу «мы хотим сделать мир лучше». Но сказать конкретно, в чем это выражается и как это замерить, у нас нет таких сейчас… Компетенций. Да, у большинства. Конкретики нет. Поэтому, собственно, основная проектная школа – это не просто там, как составлять заявки. А в целом обучение проектному управлению, проектному менеджменту. Потому что вот вчера даже на круглом столе, да не обидятся на меня, те, кто вчера выступал, мы увидели громаднейшую проблему даже в элементарных вещах презентации собственных проектов. То есть вчера презентовались проекты, которые стали победителями президентского конкурса прошлого года. 21 их было всего, да? За год. Да, за год. И мы увидели, сидя экспертным сообществом, насколько слабы презентации людей, которые там вчера выступали. Этому тоже надо учить. Потому что, ну, там, презентация – это половина дела. Вот. Поэтому проектная школа – это там вещь, которая необходима для того, чтобы обучать проектному управлению. У нас же есть еще одна проблема, которая заключается в том, что когда говорят о системе государственной поддержки некоммерческих организаций, многие говорят, ну, сейчас же есть закон, по которым там 10% всего госзадания нужно отдавать социально-ориентированным НКО. А проблема в том, что таких НКО-то нет. То есть организации готовы взять ответственность… Вообще нет или единицы все-таки? Я бы сказал, что нет. Готовы взять ответственность за качество предоставляемых услуг и отрабатывать их нет. Их, на самом деле, практика по России-то, она тоже не шибко большая. Но там появляются. То есть мой опыт работы на Дальнем Востоке говорит о том, что в Приморском крае существует буквально на весь Приморский край одна-две организации, которые эту задачу решают. Например, что они делают? Ну, это сфера социальных услуг для инвалидов, для пожилых людей. То есть там есть достаточно такая серьезная процедура, через которую нужно пройти. Нужно понимать, что там порядок оплаты несколько иной. То есть это не сначала получаешь деньги, а сначала тратишь свои, а потом отчитываешься и получаешь компенсацию. То есть эта технология правильная. Это технология, которая позволит интегрировать некоммерческие организации в систему социальной политики. Итак, ресурсный центр, проектные школы и третья составляющая? И третья составляющая — ресурсный центр. Вы уже сказали, ресурсный центр. Проектная школа. Ресурсный центр. И третья составляющая — это собственные конкурсы. Собственные конкурсы. Которые выполняют две функции. Первая — это все-таки решение социальных задач, которые есть на территории. Во-вторых, это тренировочные площадки для участия в более серьезных конкурсах. База в Кировской области есть для этого? Мы уже сказали, что для проектных школ у нас есть свои эксперты. Да? Они могут. Для ресурсного центра тоже база есть? Есть у нас достаточное количество экспертов и ресурсников, которые готовы объединяться и помогать. Остались, собственно, конкурсы? Остались, собственно, конкурсы. То есть вчера эту тему обозначили присутствующему первому заместительного председателя правительства Александру Чурину. Он сказал, что правительство готово работать в этом направлении. Ну, сейчас будем ожидать. Я думаю, что если есть желание все-таки проблему решить, то найти в бюджете 2-3 миллиона в год для начала, там ничего сложного нет. То есть гранты были бы небольшие? 100 тысяч, 200 тысяч? Это небольшие. У нас нет крупных проектов. Мы, как бы так вот, опять же, проводя аналогию с президентскими гранты, они прямо говорят. В принципе, основная масса проектов находится в плоскости 500 тысяч. То есть, как бы так, для Кировской области, я считаю, что 200-300 тысяч – это там максимум. Но ППМИ может являться тоже одной из частей таких конкурсов? ППМИ – это все-таки в большей мере государственный проект, который ориентирован, интегрирован в систему государственной политики. И основной вектор его работы – это государственный сектор. То есть, это органы власти, муниципалитеты, которые тоже являются системой органов власти, распределение денег там. То же самое, как и инициативный бюджет. То есть, это все-таки в большей мере государственная функция, государственная политика. Если туда интегрируются не коммерческие организации, а в свое время в городе Кирове мы запустили конкурс по развитию территориального общественного сооправления, который привел к тому, что за пять лет возникло несколько тысяч этих ТОСов. И сейчас конкурсы эти продолжаются. Ну вот. И туда интегрируются уже некоммерческие организации. То есть, это образец. Давайте тогда перейдем непосредственно к тем конкурсам, которые есть на федеральном уровне. Про президентские гранты еще раз напоминаю. Вчера подробно рассказывали. Можете еще раз переслушать нашу программу «Дневной разворот за вчерашний день» на сайте eho.kero.ru. Стартовал конкурс малых грантов «Доброволец» 2018. Это ваш конкурс. Это наш конкурс. И продолжается до конца февраля, собственно, прием заявок. Давайте начнем. Две минуты до перерыва начнем о нем рассказывать. Продолжим после перерыва. Ну, давайте так. Я, собственно, расскажу о том, что фонд сработничества, кроме, точнее, конкурс православной инициативы, превратился в грантовую программу международную. И конкурс «Доброволец», так же, как и конкурс «Я созидатель», о котором тоже есть смысл сказать, это конкурсы, которые реализуются уже в рамках серьезной программы. Конкурс «Доброволец» — это первый с начала этого года конкурс, посвященный теме года добровольчества в России. Смысл конкурса, он является форматным конкурсом с точки зрения программы «Православная инициатива». То есть, соответственно, мы говорим о том, что добровольчество предполагается реализовать в формате партнерства между светскими организациями, религиозными организациями и органами власти. То есть, вот, собственно, это требование, этот критерий остается. Конкурс — это не просто конкурс всех инициатив, какие могут быть, а именно те, кто работают в партнерстве церкви, общества и власти. В Кирове что это может быть? Что за структура? Таких, поверьте, проектов очень много. Много? Очень много проектов. И мы, когда 9 числа проводили, опять же, на базе нашего ресурсного центра семинар, где принимало участие порядка 50 участников, это были представители учреждений социальной защиты, то есть бюджетных организаций, это были инвалидские организации, это были сами представители церковных организаций, при которых на приходах существуют всевозможные объединения, то есть волонтеры. Это школы, то есть таких примеров может быть достаточно много. Мы сейчас прервемся на полторы минуты и продолжим с нашим гостем Михаилом Курашиным, заместителем исполнительного директора фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Продолжается программа «Дневной разворот». Михаил Курашин, заместитель исполнительного директора фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» у нас в студии, мы начали говорить о конкурсах грантовых, которые стартовали в Российской Федерации. Еще раз. Ну, обо всех, наверное, мы все-таки не знаем. Про президентские гранты еще раз вчера мы говорили, отсылаю ко вчерашнему эфиру «Дневному развороту», который на сайте хакера.ру и начали говорить про конкурс «Доброволец». И продолжаем о нем говорить. Вы, Михаил, говорили, что вот буквально недавно состоялся в вашем ресурсном центре семинар, было достаточно много заявок. В нашем, в Кировском. В нашем, в Кировском, который, это тоже на базе общества знания. Да. Значит, который, справедливо Володя спросила, что за такие инициативы могут быть, потому что основное условие, это все-таки, чтобы там было взаимодействие власти, общества и церкви. Например, хочется просто понять, если это общество инвалидов, какой он презентует проект и пытается... Ну, я сейчас могу на уровне, условно говоря, фантазии. Это может быть, предположим, вместе с приходом или миссионерским отделом проводятся отдельные мероприятия, в рамках которых ведутся разговоры, ведутся какие-то церковные службы, поездки в тоже Великорецкое организуются. А вот я знаю, что есть в Царево-Константиновской церкви, есть воскресная школа, где батюшка, сам обладая знаниями сурдоперевода, он объединил людей глухонемых, и у них там замечательно совершенно ведется работа. Например, на такое дело можно... Да, если это маленькая территория, это может быть объединение жителей деревни, села по вопросам благоустройства церкви, прихода. А восстановление? Восстановление в том числе, да. Ремонт какой-то. Да-да-да. То есть вот любая идея, любая активность, связанная с тем, чтобы объединить людей ради добрых дел, она может иметь место. Поверьте, практически... Ну, давайте начнем с того, что любая социальная деятельность, она по своему характеру добровольческая. То есть любые добрые дела. Другое дело, что когда мы говорим о социальной работе, мы же понимаем, что в первую очередь это касается души. А раз душа, значит, соответственно, есть место и участие в этом представителе церковных структур. Не обязательно в первую очередь души. Социальная работа может касаться непосредственно тела, если мы говорим об инвалидах, например. А если даже и не об инвалидах, социальная работа может говорить о безопасности дорожного движения, например. Для чего? Ради чего? То есть не что мы делаем, а ради чего мы делаем? Ради ощущения комфорта, безопасности, ради ощущения благополучия и так далее. То есть это состояние души. Ну хорошо. Пусть будет так. Давайте про доброволец дальше. Ну и то, что касается конкурса доброволец, был избран именно формат малых грантов, потому что этот формат, он позволяет более упрощенную заявку, более упрощенные сроки подачи. До 120 тысяч рублей. Плюс ко всему, да, более широкий спектр участников. То есть в конкурсе могут принимать участие все, кроме физических лиц и отдельного перечня организаций, которые, скажем так, в основном не занимаются социальной работой. То есть политические партии, профсоюзы и так далее. То есть для всех остальных этот конкурс открыт. С 24 по 28 февраля заявки принимаются. То есть осталась неделя только. Осталась неделя. Бесполезно ли сейчас уже, наверное, подключаться за неделю? И об этом вчера Татаринов говорил, и мы об этом постоянно говорим. Современный нынешний подход с электронной заявкой позволяет оформить заявку при четком понимании, в голове сложившемся понимании, что ты хочешь сделать, оформить заявку за день. Татаринов вчера говорил по поводу президентских грантов, даже вот с нуля, с нуля, ничего не знающая организация может за неделю выполнять. Да, то есть на самом деле электронная заявка, она снимает кучу вопросов, связанных с тем, что нужно там обязательно большой объем текста, потом думать, как его переправлять, как получать необходимые документы. По тем же президентским грантам сейчас из документов, которые организация обязана предоставить, только отсканировать устав. Все остальное запрашивается автоматически. В нашем конкурсе, в Добровольце, тоже большинство документов не запрашиваются, а, скажем так, используются те, что имеются у организации. Итак, православная инициатива, сайт, конкурс Добровольц 2018. Еще осталась неделя, за которой вы можете успеть подать заявку. Нужно успеть. Нужно успеть. А 15 марта уже будут объявлены победители. Напоминаю, что в конкурсе могут принять участие проекты, реализуемые на канонической территории русской православной церкви. Конкурс имеет статус международный. В странах, имеющие организации, связанные с укреплением традиционных нравственных ценностей и православной культуры. Это обязательно условие конкурса. А второй конкурс... Ну, Светлана, давайте так. Православная культура — это не церковность. Православная культура — это то, что относится... Ну, мы говорим о том, что православие является системно образующей религией для русского народа. Поэтому под термином «православная культура» мы понимаем культуру народа, а не церковную составляющую. Но я знаю, что подробности на сайте ответственные и примеры На сайте все есть. Есть возможность проконсультироваться, есть методические рекомендации. И примеры есть. Давайте ко второму конкурсу «Я созидатель». Конкурс «Я созидатель» — это, на самом деле, тоже конкурс, родившийся по итогам многолетнего проведения всевозможных конкурсов, когда, и об этом говорит сегодня фонд президентских грантов, что мы должны дотянуться с системой конкурсов, с системой поддержки до самых глухих деревень. То есть мы понимаем о том, что есть много активностей, до которых конкурсы часто не доходят. Это села, это деревни какие-то, где есть ограниченное количество людей, но всегда найдется какой-то инициативный человек, который берет на себя ответственность, организует, что-то пытается пробивать, как-то пытается людей вовлекать. И это одна сторона. И другая сторона — это то, что очень многие жалуются о том, что смешники не любят некоммерческие организации. Кроме нас. Еще несколько могу назвать. Я, в любом случае, не совсем согласен с этим термином. Нельзя любить организацию, нужно любить ее за действия. А что касается действий, любой журналист, мне кажется, всегда с интересом подходит к этой теме. Так вот, для того, чтобы и эту задачу решить, то есть вот как раз конкурс «Я созидатель». Это конкурс, который инициирован в том числе таким изданием, как «Русский репортер». Суть этого конкурса — это конкурс журналистских работ, фото, видео, печатных, интернет, блок-материалов, рассказывающих о конкретных людях, которые совершают добро. И этот конкурс не имеет временных границ. Вот он объявлен, и он там действует постоянно. Смысл конкурса заключается в том, что любые профессиональные и непрофессиональные журналисты, блогеры или там просто ведущие сайта могут скидывать материалы на площадку «Я созидатель.ру». И раз в квартал экспертный совет отсматривает эти заявки и определяет победителей. Победитель получает по 15 тысяч за свой материал. Я считаю, что для журналиста это в том числе хорошая стимулирующая составляющая за материал, за который он уже получил, потому что этот материал вышел. И плюс еще такая премия. Количество каких-либо ограничений по тому, сколько может подавать один автор или одно СМИ, сколько он может выиграть, никаких нет. То есть есть задача сформировать вот такую позитивную историю об успешных активистах, успешных людях. И, соответственно, еще раз говорю, это речь идет не только о профессиональных журналистах, но и в том числе о любых других непрофессиональных формах. То есть вплоть до того, что если там дом имеет, в доме живет какой-нибудь активный блогер и он хочет написать от своего представителя ТСЖ, это тема. Телеграм-каналы. В том числе. Даже телеграм-каналы. Следующий конкурс. Конкурс «Соль». Что нам о нем известно? Ну, на самом деле, это уже множество других конкурсов, которые там в России сейчас стартуют. На самом деле, если на вскидку, только там на сегодняшний момент реализуются конкурсов, наверное, с десяток-то точно. И я думаю, что, опять же, чтобы не было там мыслей, как многие говорят, ага, вот там перед 18 марта. На самом деле, это существовало и в прошлый, и в позапрошлый год. Таких конкурсов всегда достаточно много. Надо просто быть, как говорится, держать руку на пульсе. И вот в том числе, почему мы говорим о ресурсном центре, одна из функций, как раз должна быть, вот, собирать эту информацию. Одно окно. Поэтому конкурсов много. Я просто хотела обратить внимание, что есть конкурсы, которые не только деньги дают, да, или вовсе даже не деньги, но дают знания, возможность стажировок, обучения, поездок, да, распространения опыта, или наоборот, там, забрать чей-то опыт и реализовать у себя, что тоже немаловажно, если не еще более важно. Ну вот, закончился конкурс, достаточно серьезный, конкурс лидера России, да, то есть это тоже конкурс. Опять же, там, я считаю, что, собственно, пророцом этого конкурса был конкурс «Золотой кадровый резерв», который провел Кириенко в конце 90-х годов в Приложском округе, по итогам которого победители были назначены во все субъекты Приложского округа главными федеральными инспекторами. То есть Валентин Николаевич Пугач у нас победитель конкурса «Золотой кадровый резерв России», который был назначен по итогам этого конкурса, и в результате мы получили в Приложском округе действительно интересную конструкцию. У нас были очень молодые все ГФИ и федеральные инспектора. Которые, некоторые из них стали губернаторами. На сегодняшний момент, да, там, мы видим, что они все выросли, и выросли достаточно серьезно, то есть никто из них не потерялся, и я считаю, что это там хороший результат, который там есть целесообразно возрождать и тиражирой. Огородников, Севастополь в том числе, да? Овсяников. Овсяников, простите, да, Овсяников. Да, Овсяников, губернатор. С того же выпуска. Да, то есть он был как раз федеральным у нас инспектором. Поэтому там «Золотой кадровый» «Лидеры России» это конкурс, который тоже придуман не к выборам, это практика состоявшаяся, ее надо продолжать, ее надо развивать. Так вот, возвращаясь к самому главному вопросу, вопросу одного окна, правда. Потому что, конечно, интернет нам в помощь, понятное дело, но есть такие люди, как я, например, которые воспринимают информацию только из уст в уста, что называется, да, и необходим. Ну, в силу вашей занятости, Светлана, я понимаю, что я… Направляюсь, нет, просто у меня такое свойство моей натуры. Мне мало почитать, мне надо, чтобы кто-то сел рядом, посмотрел мне в глаза и сказал, вот, смотри, есть такой опыт. Есть такие люди, я не одна такая. Ну, на самом деле, сейчас вообще процесс в Кирове мы организовали таким образом, что там вместе с нашим ресурсным центром и несколькими экспертами мы вот эту информацию находим и дальше начинаем в Фейсбуке ее клонировать, да. То есть, ну, это, конечно, не принцип одного окна, но… На базе МФЦ ресурсный центр? Нет, МФЦ это все-таки там другая задача и вряд ли там… Что нужно обществу знания, чтобы превратиться в реальный, в реальный многофункциональный, а собирающий всю информацию и обучающий ресурсный центр одной фразой, двумя? На самом деле, на базе одной организации полноценный ресурсный центр не построить. Ну, невозможно проводить семинары, собирать информацию, консультировать и так далее. То есть, во всей стране используется там смарт-подход, когда собираются ресурсники на базе одного учреждения. На базе знания сейчас ресурсники постепенно подтягиваются. Нужна конкретная ТЗ и конкретная поддержка со стороны региональной власти. То есть, если что, можно позвонить в региональное отделение знания. Сейчас не назову номер телефона, в ближайших программах может быть. Ну, собственно, интернет еще раз в помощь, пожалуйста. Получить интересующую информацию. По крайней мере, понять, кому обратиться, там переадресуют и получить всю информацию. Михаил Курашин, заместитель исполнительного директора фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив соработничества, был в гостях для нового разворота. Владимир Сметанин. Станин Занько. И ровно через 20 минут на моем месте, окажется, Анна Лукшина. В гостях сегодня в особом мнении общественный активист Виталий Прам. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»